Друзья, всех вас приветствую! Сегодня я представляю вам уникальный автомобиль. Я готов поспорить, что навряд ли вы где-то встречали его, кроме как в моем видео. Погнали! Многие сейчас, наверное, будут сильно присматриваться, всматриваться в эти очаровательные линии. Что же это за автомобиль, Алексей представил на канале. Ну, покажи, расскажи, действительно, стоящая эта новинка или нет, настоящий премиум, или нас обратно решили развести очередной раз. Нет, друзья, настоящий премиум. О, да! Какой он обалденный! Какая световая проекция спереди, сзади. Просто когда открываешь автомобиль, закрываешь, он тебя приветствует. Это настоящий живой организм. Ох, я даже забыл сказать, что это за автомобиль, друзья. AITA M7 2023 года выпуска. Какие-то дикие, дикие, так скажем, мысли меня посещают, когда я смотрю и думаю, ну, что-то от Audi, что-то от Aston Martin, от Porsche. Ну, это и хорошо, но ведь и самобытность есть у этого автомобиля. Самое главное. Даже вот эти выдвижные ручки. Как он выглядит! Невероятно! Я просто открываю, закрываю. И такое ощущение, что вот в некоторой степени Audi, BMW и Mercedes немножко в сторонку, ребята. Сейчас время китайских производителей. Вот посмотрите, они реально закончили все-таки аспирантуру, а вы еще как-то школьники, еще там мнетесь где-то в стороночке. В институт поступите, набирайте. А тут, ну, все пышет, пышет ультрасовременной технологии, понимаете? Вот эти кресла, которые тебя зажимают, обнимают, перфорация, все четко, аккуратно. Вот этот амбре, вот этот нужно почувствовать стиль, понимаете? Дисплеи огромные. Качество, разрешение, динамики. Все вот это складывается в такое целостное впечатление, что потом тебя просто таращит. Селектор КПП, просто бриллиант со светящейся еще надписью. АИТА! Вот это да, друзья! Камеры везде, парковка. Чего здесь, собственно говоря, только нет. Притом, при моем росте в 188 сантиметров, вместо в ногах, в плечах со стороны водителя пассажиров, сзади вообще атаманка есть, представляете себе? Привет Альфарду, Вэлфаеру, ну и, собственно говоря, другим автомобилям, где есть атаманка, друзья! Всем минивэном большой, горячий, пламенный привет от АИТА М7! Друзья, это не какие-то мои супергипертрофированные эмоции по поводу этого автомобиля, а я сейчас вам говорю исключительно про качество. Да, Huawei, многие скажут, с телефонов уже залезают в автомобильную индустрию. Ну а почему бы нет? Все с чего-то начинали. Вспомните, Toyota, Nissan, Mitsubishi, BMW. С чего-то нужно начать. И вот это начало. И посмотрите, какое начало на 2023 год! Какие автомобили они к нам привезли? М5, М7. Это же просто в голове не укладывается. Ты потом засыпаешь и думаешь, М5 или М7? Слушай, я хочу взять, я хочу взять. Определенно, автомобиль мечты на будущее. Вы посмотрите, какие здесь обои. Просто количество персонализации. Ну, Land Rover, немножко нужно его подвинуть, да? Aston Martin, тоже давайте отдыхайте чуть-чуть, ребята. Может Tesla, нет? Может еще какой-то автомобиль? Навряд ли. Вот этот действительно цепляет и уже чего-то другого, а вот неохота. Понимаете, как ты попробовал эти пирожки именно конкретно вот с этой вишней. Ты всегда будешь его брать. С другой не надо, понимаете? Уровень настроек, я вообще просто... Да, я, конечно же, просмотрел от А до Я все. Все на английском. Русификация, возможно, будет. Но если у вас уровень английского, так скажем, застрял на уровне пятиклассника, в этом тоже ничего страшного нет с этим автомобилем. The London is the capital of Great Britain. Все, этого будет достаточно, чтобы познакомиться с этой тачкой. Приложение. Можно что-то допилить. Есть личный кабинет. В общем, он индивидуально все под вас подстраивает. То есть, по сути, вы покупаете полноценный автомобиль, плюс еще какой-то сверх засекреченный центр развития технологии. Понимаете? Здесь все есть. Ладно дисплей, ладно что-то вбито дальше. И мы с вами будем удивлены спустя 10-15 лет, как эти технологии будут работать, как софт будет прилетать, собственно говоря, по воздуху, будут обновляться. Еще вот наперед в 50 лет еще будем смотреть и удивляться, насколько здесь все проработано. Это удивительно, насколько он учтив. Естественно, качество покраски, качество металла, остальное все шикарно. За это вообще не переживаешь. Вы посмотрите просто салон наполнения. Ну, понятное дело, что камера навряд ли это покажет, но лично для меня это невероятное авто во всех отношениях. Поэтому присмотритесь определенно. Да, не так часто вы видели или увидите этот автомобиль, наверное, на дорогах. Но поверьте, кто сделал выбор в пользу Аида, он явно не прогадал. Настолько классный автомобиль еще поискать на наших дорогах. Плюс есть еще моменты, связанные, ну, прям с учтивостью. То есть это, например, как закрывается крышка багажника, как световой поток организован, как он рулится. О, про рулежку. Это просто отдельная тема, друзья. Друзья, я что-то немножко эмоционально начал это видео, но по-другому никак. Такая новинка, она этого достойна. Не то чтобы заслуживает, а действительно достойна. Берите вот эту панораму с панорамой. Этот автомобиль выглядит просто невероятно. Какая бы переплата ни была, вот просто галочка панорама и все. Оплачивайте в кассу. Это не имеет значения. Дальше. По технологиям все дико проверено. Вот поверьте мне, китайские производители ничего плохого сюда непроверенного не устанавливают. Это первый. Второй момент. Уровень того, как этот автомобиль взаимодействует с вами, как он вам обо всем напоминает. Ну, это просто, по сути, как бы автомобиль, компьютер, планшет, который вот у вас под рукой, пальчиком поводили, настройки выстроили и все. О, забыли об этом. И, допустим, что-то хотите поменять, тоже все быстро происходит. Но нет каких-то вымораживаний мозгов в этом автомобиле. Но все четко, спокойно, детально и размеренно работает. Просто чисто даже визуально, когда смотришь, какие-то созерцательные моменты, уже возникают какие-то ассоциации, какая-то рефлексия. Все это космическим каким-то покрывалом укутывает этот автомобиль. И ты смотришь и думаешь, ну, почему бы нет? Вот сейчас какой выбор-то у нас есть? Собственно говоря, в такое непростое время. А тут все для вас. Привезли автомобиль. В старых добрых традициях. Приходите к дилеру. Чашечка кофе. Задушевные разговоры. Отдохнули. Расслабились. Wi-Fi поймали. YouTube посмотрели. Что-то еще сделали. Все. И ключи получили. Поехали на новом автомобиле. Домой по своим делам. Это же прям Новый год. По-другому и не скажешь. Ну, праздники в душе, собственно говоря. И вы почувствуете вот это единение с этим автомобилем. Его нельзя просто как-то пропустить. Это не такая вещь, когда ты взял, переключил канал, который тебе не нравится, по телевидению и смотришь что-то другое. Здесь ты действительно залипаешь, смотришь и созерцаешь вот это. Очень такое тонкое, когда ты можешь помедитировать в автомобиле. Ну, понятное дело, мужики, да, там раз в неделю, нет, да нет, помедитируют. Но здесь это постоянная медитация. Блин, это же нужно это чувствовать, понимать. И вот прям там быть здесь и сейчас, понимаете. Это очень круто, действительно. Техничка не подкачала. Я прям всё от а до я, от макушки до пяток изучил, посмотрел, притронулся к этому, так скажем, совершенству китайскому, хотел сказать, японскому уже. Притом здесь обучающие видео, как всё использовать, как системы безопасности работают, как работают освещения, как работают помощники, ассистенты, коих здесь просто, не знаю, на сотни, наверное, можно перечислять и перечислять. Просто моего видео, вот честно вам скажу, его не хватит, чтобы покрыть весь спектр взаимоотношений с этим автомобилем. То есть человек и автомобиль, это уже как партнёр. Это не как раньше, ты подходишь, да, смотришь, там, разоссалась твоя тачка или нет, что у него там, тасол, масло потекло, сальник выдавил или что-то ещё. Сейчас это действительно партнёрские отношения. Ты подходишь и смотришь, «Вау, у тебя там оповещения пришли, тебе нужно что-то ещё сделать». То есть это ваш такой персональный электронный цифровой менеджер на 2023 год, который как обучается посредством какого-то, наверное, алгоритма, может, даже искусственного. И это здорово, это живой автомобиль. Я не могу сказать, что он какой-то, знаете, сухой, чёрствый, безжизненный. И в этом автомобиле самое главное есть душа. Вот про какой ещё другой автомобиль можно сказать. Вот анима, та самая анима, она здесь заложена. Вот это можно почувствовать. Ладно, я побаловался дисплеем. Есть индукционные беспроводные зарядки, да. Ладно, я посидел со стороны водителя, там, ещё что-то, что там, потрогал и посмотрел. Окей, но движение, движение. Вот видите, у меня даже дыхания не хватает. Движение на этом автомобиле. Это просто что-то невероятное. Если есть возможность, обязательно, обязательно галочку поставьте, покататься на АИТа сегодня. Без разницы, какая модель, покатайтесь. Вы будете просто в каком-то, знаете, вот как ашеломлены. Понимаете, даже не то, что поймаете какую-то непонятную составляющую, но у вас прям мозг, он, так скажем, откажется в это поверить, что вот это китайский автомобиль. Я тоже так же скептически сначала был настроен. Ну, очередная китайская рухлядь, я думал. Не тут-то было, когда я это всё посмотрел, потрогал, чисто тактильно, визуально, даже двойные стёкла стоят, шумка-то какая. И вот в качестве нового семейного авто, если вы любите путешествовать, если у вас вот в одном месте всё-таки играет это детство, и никак оно там в свою эту не заходит, да, вот этот автомобиль для вас. Везде сенсорная диодная подсветка, всё красиво, всё замечательно. Везде элементы, которые прям настраивают вас на спокойствие. Даже макияжные зеркала здесь на магните, а диоды-то какие, как они освещаются. Вау, 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 вау. Вау, я думаю, даже какой-то пёс ваш, пёс, котейка, хомячок, рыбки и попугаи, все будут довольны, если вы сделаете выбор в пользу покупки конкретно вот этого автомобиля. Пора уже выбраться из этой серости, из этой тягомотины. Этот автомобиль вас вытаскивает оттуда, вот прям действительно. Это как доктор прописывает что-то, да, вот. Вот, если вам всё надоело, всё уже было, и японцы, и французские авто, и немецкие авто, и даже на российских успели в своё время покататься. Возьмите АИТА, покатайтесь, и вы поймёте, что это совершенно другая вселенная. Даже подсветка здесь педального узла зелёная, представляете себе. USB Type-C везде всё для зарядки тоже имеется. Алюминиевые накладки, кресла на электрорегулировках, четырёхпозиционный поясничный подпор. Они широкие, длинные, наполнение по коже. Вот это вот прям напа, это скорее всего что-то там, какая-то кума напы. Вот, алькантары нет, но как таковое всё очень качественное, совершенное, вот прям непревзойдённое. Вот, попробуйте скопировать вот этот автомобиль, а? Попробуйте. Вот была бы у нас такая Vesta, да, или была бы у нас Lada 4х4, вот такое. Вот, я бы пожал крепко руку и выпил бы чашечку кофе с тем инженером. Но, к сожалению, нет ещё, пока мы на этапе становления. Притом, камеры по разрешению обалденные. Посмотрите, как турбины, лопасти у самолёта. Здесь диски такие перфорированные. Всё, уф, просто невероятно всё организовано. Друзья, что-то у меня какое-то супердолгое, затянутое вступление получилось, но по-другому никак. Итак, Aita M7 – это электромобиль, внедорожники, подзаряжаемый гибрид, выпускаемый с 2022 года компанией DonFan под брендом Aita. В марте 2023 года автомобиль был переименован в Huawei Aita M7. Aita M7 является шестиместным автомобилем премиум-класса, который имеет три ряда сидений. Второй ряд оснащён сидениями с нулевой гравитацией, вот «атаманка», которые раскладываются для обеспечения более удобного положения пассажиров. То есть вы там, по сути, лежите, отдыхаете. Компания утверждает, что, сведя колени и бёдра на один уровень и обеспечив угол между бёдрами и туловищем 113 градусов, можно улучшить кровообращение. Вот это, да, прям какие-то медики создавали, либо же борцы за здоровую спину. То есть это у нас АГР-компания, которая базируется в Германии. Звуковая система M7 имеет 19 динамиков. Меломаны будут довольны. Она представлена компанией, собственно говоря, Huawei. Да, это не Bose, не Бермистер, не Даня Ноловсон, но она звучит тоже очень-очень премиально. В сентябре 2023 года был анонсирован Seros 7. Aita M7 оснащён турбодвигателем 1.5, мощность до 90 кВт, и электродвигателем мощностью 200 кВт. Запас хода составляет 195 км. Не забывайте, это абсолютная новинка. Aita M7 продаётся в России с 2023 года у дилеров. В Петербурге, в Благовещенске, в Москве. В зависимости от комплектации стоимость варьируется. Я могу сейчас сошибаться, потому что корректировка цены всегда выходят на первое место от 4.4 до 5.8, где-то так. Может, даже сейчас на полтора, на миллион не дороже. Но действуют хорошие скидки. Поэтому уточняйте наличие конкретных комплектаций и стоимости. Конечно же, какая скидка на конкретный автомобиль, который вы выбрали. Гибридный кроссовер Aita M7 стал второй совместный с брендом Ceres, а разработка компании Huawei после модели M5. Новинка немного крупнее, чем M5, и принадлежит более высокому классу. Конечно, в первую очередь выделяется огромная решётка в бампере, элементы из хрома, 5 или 10 спецовые колёсные диски. Благодаря технологии последовательного гибрида кроссовер обладает значительным запасом хода более 1200 километров. Мощность предварительно заявленных версий 272 лошадиные силы на переднем приводе и на полном 449 лошадиных сил. Ах да, ещё забыл упомянуть. Вот 19 динамиков за качественный звук отвечает мощная аудиосистема разработки Huawei с динамиками, которые встроены в подголовники. А за мультимедиа отвечает большой экран диагональю 15,6 дюйма на центральной панели, а перед водителем находится цифровая виртуальная приборка диагональ 10,4 дюйма. Все бортовые функции работают под управлением операционной системы Harmony OS. Просто название Harmony OS это нужно произносить как мантру по ощущениям, которая предлагает множество разных возможностей, в том числе и продвинутую функцию распознавания лица. Там камера есть, да, распознает лицо и всё под вас подстраивает. Под супругу, под брата, под свата, под любимую подругу. Помимо обычных портов для зарядки в автомобиле есть также две беспроводные площадки мощностью 40 Вт. Вот эта быстрая зарядка вам обеспечена. В самой начальной комплектации AIT M7 оснащается одним электродвигателем, расположенным на задней сей. Его мощность 272 лошадиной силы. В таком варианте кроссовер расходует где-то 5,6 литра бензина на 100 км пути. В чисто электрическом режиме, как заявлено, способен проехать до 230 км. То есть, по сути, с набережных Челнов до Казани, ну, либо же с Казани до набережных Челнов, должно хватить. 195 км по определенной методике, подпитываясь от тяговой аккумуляторной батареи емкостью 40 кВт часов. А с использованием в качестве расширителя диапазона двигателя утреннего сгорания здесь бензиновый турбомотор 1,5-122 лошадиные силы. Максимальный запас хода составляет 1228-1100 по, опять-таки, методике. Разгон от 0 до 100 занимает 7,8 секунды. Полноприводный AIT M7 получает дополнительный передний электромотор мощностью 177 лошадиных сил. Конкретно уже у этой версии ВДшной общая мощность силовой установки 449 лошадиных сил, а на разгон до 100 уходит всего лишь 4,8. Вдумайтесь, до сотки 4,8. Только на электричестве эта версия проезжает до 200 км. Заявленный максимальный запас хода составляет 1100 км. Расход 6,2 литра на 100 км пути. Да, это фантастика, но она уже с нами. А базируется этот автомобиль на китайской платформе Fanjong AX7, разработанный Dongfan Socon Automobile, растянутый для того, чтобы соответствовать стандартам флагманских моделей. В это я, в принципе, охотно верю. Так как Aita M7 довольно крупный, массивный, накачанный кроссовер. Длина его кузова составляет 5030 мм, ширина 1960 мм, высота 1760 мм, а колесная база 2935 мм. Салон здесь действительно просторный. Он позволил, как уже указано, установить три ряда сидений. Пассажиры могут оценить комфорт в том числе и поездовым характеристикам, и по шумоизоляции, за что отвечает адаптивная независимая подвеска всех колес. Но вот комфорт здесь, да, он в приоритете. Объем багажника в зависимости от конфигурации составляет 176 литров, либо 690 литров. А системы безопасности включают функции интеллектуального доступа и запуска этого прекрасного автомобиля. Полностью автоматический парковщик, интеллектуальный круиз-контроль, который является частью целого пакета системы помощи водителю с автопилотом уровня L2+, а это уже не шутки, друзья. Есть также 8 подушек безопасности по всему периметру. А это М7 был испытан в тестах China NCAP, где получил высший рейтинг отлично за активную безопасность, защиту пешеходов и пассажиров. Однако следует учитывать еще один момент, что подход к оценке некоторых параметров не столь, допустим, жесткий, как в Европе. Немного технической части сборка, конечно же, Китая. Высота дорожного просвета составляет 150 мм. Максимальная скорость составляет 190 км в час. Тип трансмиссии здесь одноступенчатый редуктор, планетарный редуктор. Гарантия производителя 4 года или 100 тысяч километров. Пробега составляет. Масса 2375 кг. Да, он увеситый, тяжелый автомобиль. Объем топливного бака составляет 60 литров. Обозначение по двигателю H15RT. 95-й бензин потребляет. Рядная четверка, 16-клапанный мотор. Двухвальный и экологический тип двигателя Евро-6. Передняя подвеска здесь независимая. Амортизационная стойка типа Макферсон. Стабилизатор поперечной устойчивости. И задняя независимая нагрычажная. 21-е диски. 265 на 45-м профиле. Передние тормоза дисковые, вентилируемые. Задние тормоза также дисковые, вентилируемые. Система рекуперации есть при торможении. Стояночный тормоз здесь электронный. Сейчас немного пробегусь по электронным системам безопасности. Контроли, движения готовы. Погнали. Система распределения тормозных усилий. АБС. Сполагательная система торможения. Автоматическое включение варенной сигнализации при экстренном торможении. Система электронного контроля устойчивости. Антипробуксовочная система. Система помощи при спуске с горы, при старте на подъеме. Переключатель режимов движения. Система предотвращения выезда из полосы движения. Круйз-контроль. Адаптивный круйз-контроль. Функция проводи меня домой. Автоматическое включение ближнего света. Система адаптивного освещения дороги. Управление дальним светом. Мониторинг слепых зон. Система распознавания дорожных знаков. Система контроля давления в шинах. Передний и задний парктроник. Контроль усталости водителя. Система предотвращения структовения с функцией автоматического торможения. Фу! Справился. И, конечно же, 19 динамиков. 6 USB, Bluetooth, 4G, голосовое управление. Там караоке будете петь. Лампы для чтения в переднем и заднем ряду. Атмосферная подсветка салона. 128 вариантов. Вот потеряйтесь в этом просто. Подогрев и охлаждение батареи есть. Safe, Exit Assist. Встроенный регистратор. Face ID. А дополнительно можно установить... Так, вроде бы ионизатор есть. Ароматизатор салона. Устройство для медленной зарядки тоже есть. Ну и, в общем, по опциям можно там некоторые позиции добрать. Получается, даже в самой минимальной комплектации, это довольно богатый автомобиль. Я уж боюсь представить, что там в максимальной комплектации будет. Мне автомобиль зашел не то, чтобы понравился, и не то, что я бы к нему прикипел, и не то, чтобы там я сейчас кричу всем покупать именно это авто. Он меня впечатлил. Это редко происходит. Уж поверьте, я каждый день у меня на тесте автомобиля. И вот этот автомобиль, он меня прям остановил. Я прям задумался. И вот этот момент мы с ним поймали. Это очень дорого стоит. Это редкие авто. У меня вот такие ассоциации рождают. Я прям думаю об этом, очень так философски размышляю. И этот автомобиль вас впечатлит. Это, я могу сказать, со стопроцентной уверенностью. Ну что ж, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, мой рассказ понравился. Огромной вам удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok